ПЕСНЯ 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 Председатель ЦИК Памфилова считает, что избирательная кампания в ходе выборов в Мосгордуму выявила недостатки в законодательстве, которые следует устранить. Система устарела, отметила Элла Александровна, и общество не простит нас за это. Давайте примем поправки, которые, например, снизят количество подписей, необходимых кандидатам, а также упростим порядок их сбора. Я подозреваю, речь в данном случае может идти о сборе подписей через интернет. Люди просят большего, продолжаю цитировать Памфилову. Это молодое безбедное поколение, которое выросло при Путине, и мы должны понимать, что этому поколению нужна социальная мобильность. Конец цитаты. Браво! Браво! Ну, во-первых, как говорится, дорога ложка к обеду. Да, во-вторых, вот это очень понравилось. Молодое безбедное поколение. Не прибавить, не убавить. В стране, где из 80 миллионов граждан трудоспособного возраста, 20 миллионов человек это нищие, то есть те, кто находятся за чертой бедности. Еще столько же балансируют в шаге от той черты. И свыше 5 миллионов люди, которые не могут вообще никакой работы найти, то есть более половины страны. А, ну и пенсионеров не будем забывать, этих еще 40 миллионов почти, и вряд ли их можно назвать зажиточными товарищами. Ага, а вырастить все эти счастливые люди умудрились безбедное путинское поколение. Ой, блин. Даже уже не знаю, смеяться или плакать, слушая речи таких вот Памфиловых. Начинаем! А между тем Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора. Не поняли? Тогда еще раз. У нас очередной прорыв. По итогам 2018 года мы закупили говна за границей на треть больше, чем закупали ранее. В абсолютных цифрах на 20 миллионов долларов. Пропагандисты уже ликуют по этому поводу, хвастаются. Ай, молодцы мы какие. Поднимаются, значит, экономика страны. Переработчики российские что-то там перерабатывают активно, рекорды бьют. Че они перерабатывают? Пластик. Во что, блин, его можно переработать? Кто-нибудь мне расскажет. Давайте на пальцах. Вы пробовали когда-нибудь нагревать или поджигать полиэтиленовый пакет? И во что же он у вас трансформировался? Может быть, в какое-нибудь полезное лекарство? В пуленепробиваемое стекло или в космический корабль? Да нет, вы знаете, если бы пластик можно было перерабатывать во что-то на самом деле полезное и стоящее, буржуи из-за бугра сами бы давным-давно он им занялись, но они это генам спуливают, потому что все, что можно сделать из этой дряни, пэты. Такие же точно тоже пластиковые бутылки, которые вообще никто на планете не знает, куда потом девать в океан выбрасывают. Нам, правда, проще. У нас есть Сибирь и некий бизнеснюк Чайка, который на свалках по всей стране бешеные деньги делает, причем за счет нас с вами. Потому что за утилизацию отходов платит бюджет. Больше свалок, больше денег для мусорного короля, а самое главное делать ничего не надо. Вали это куда хошь, подальше от Москвы отъехал и вываливай, страна-то большая. А начнет народ бузить, как в шиесе, отправил туда роту отморозков, закинул немножечко по прошейкам чиновникам и подлецам пропагандистам, вуаля. Видели Антона, он весь в крови. А мужики встали, зажечь, води отыскали троем. Посмотрите. Вон человек, весь в крови. Нужна скорая. Нужна скорая, вызывайте скорую. А вы сидите в вахтовке и смотрите. Мужики, так а как по-другому-то? Так это эмоции. Как? Так вы посмотрите, по*** они бьют-то. Вы пропустили, машины проезжают, их никто не трогает. А вообще, конечно, в подобных случаях мне фраза Брежнева вспоминается. О том, что экономика должна быть экономной. Более тупого определения данному процессу мне в жизни не доводилось слышать. Потому что, ну вот теперь, правда, приходится еще и наблюдать все это дело воочию. Современные российские жулики сумели таки оное материализовать. Еще раз, господа. Весь мир спешит придумать, как избавиться от мусора только по-правильному. Чтобы не отравлять окружающую среду. Не засорять планету. Целые консилиумы по этому поводу с завидным постоянством собираются. Миллионные гранты. Кто-то готов за разумные идеи платить. От пластика вообще. Отдельные страны уже отказываются. И только русский Ваня. Готов тащить эту заразу к себе домой и тащит. И платит за это, причем в валюте. По ящику Ване рассказывают об исключительных плюсах от такого рода сделок. Блин. Ну так давайте начнем закупать до кучи споры сибирской язвы. Возбудить или холеры или спида. Больных ящурам животных. Хотя избавиться от армии деградантов, которых за 20 лет наплодил режим, это все равно не поможет. А это реальная журналистика с новостями с острова невезения. Поехали. А вот эту историю, как я из виду упустил, сам удивляюсь. Ну да, лучше поздно, чем не туда, то есть чем никогда. Премьер Димон, простите, председатель правительства России Медведев, предложил в обозримом будущем сократить в великой и могочей рабочую неделю с 5 до 4 дней. Такое заявление мистер всего вам доброго, хорошего настроения сделал еще в июне в Женеве, где проходила сессия Международной конференции труда. Обосновал все это чиновник так. Мы живем в век высоких технологий. Сейчас уже нет необходимости часами в офисах штаны протирать, да и на производстве. Электроника многое за людей делает. Предлагаю послушать ту пламенную речь. Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за 4-дневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта. Я напомню, что 100 лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Хотя вот вы знаете, как по мне, ребята уже настолько привыкли вешать окружающему лапшу на уши, что решили, видимо, иностранцам теперь по той же методе пыли в глаза напускать. Ну а чё пускай думают, что у нас есть какие-то высокие технологии. Неважно, в ту реалии даже плитку в Москве гастарбайтера молотком укладывает, а в целом по стране кое-где всё ещё пашут на лошадях. Это вообще не проблема. Ваню уже удалось убедить посредством сказочного ящика, что Россия это сверх-мульти-мега-держава. Ваня теперь даже в нарисованную ракету из мультика верит. А иностранцы чё хуже, что ли? Тем более, что проверять они медведевские басни вряд ли поедут, посему чеши не хочу. Есть и более свежие примеры. Одна из новозеландских компаний ввела четырёхдневную рабочую неделю. Третий выходной оплачивается так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в перерасчёте на один час рабочего времени составил около 20%. А уровень стресса сотрудников снизился тоже достаточно значительно. Правда, вот вся эта сказка как-то слабо укладывается в другое решение нашего правительства. Я сейчас про историю годичной давности, когда всем нам сказали... Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Да-да-да, сперва нам подняли пенсионный возраст на 5 лет, объяснив это экономической необходимостью. Мол, денег, ребята, в стране не хватает, ВВП падает, поэтому тяпочку в зубы ещё немножечко повкалывайте. Есть такое слово «надо». А сейчас рассказывают про четырёхдневную рабочую неделю. Где логика? Хотя, ну нужно же уропатриотам косточки подбрасывать. Тату-рейтинг у главного снижается. Да и Единая Россия как-то позиции теряет стремительно. Хотите знать моё мнение? Я в эту ерунду вообще не верю. Наврали в очередной раз три короба. Почему? Ну вот два месяца с момента Медведевского заявления прошло. Вы слышали? Чтобы об этом ещё хоть раз заговорили. Закончить тоже предлагаю на оптимистической волне. На волне прорывов в смысле. Сеть гипермаркетов «Ашан» может уйти из России. К этому, впрочем, всё и идёт. Из ряда регионов «Ашан» уже ушёл, закрыв с начала года три десятка своих магазинов. Без работы остались несколько тысяч человек. А как вы думаете, почему это происходит? Нет, ребята, пропагандисты вам об этом не расскажут. Они уже кудахчут о долгах по аренде, о нежелании менеджмента поднимать людям зарплаты и нести социальную ответственность. А всё просто на самом деле. Население нашей страны стремительно беднеет. Люди начали экономить уже даже на товарах первой необходимости. Соответственно, крупные торговые сети теряют выручку, у них снижаются обороты, несут убытки одной фразой бизнесмена. Вот только «Ашан» — это не «Роснефть». Им российское правительство не выделит миллиардов на покрытие потей, приходится самим как-то выруливать. Вот они и выруливают. Какой смысл работать в минус, проще свернуться? Вот она истинная причина. Что ж, остаётся только поаплодировать дальновидности наших правителей. Всё. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так дальше. Сами всё знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»